Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, время поговорить о новом персонаже Спраут, которого все уже так давно ждут, хотят поиграть, не дождутся, когда его добавят в игру, а разработчики все не добавляют и не добавляют. Когда же он появится в игре? Официальная информация, он появится 10 апреля от разработчиков, это инфа. 10 апреля появится этот персонаж, он будет мифическим. Были концепты, что он будет лего, но те, кто подписан на холдик стрим, уже все прекрасно видели, да, и те, кто уже играли на серваке, думаю, все прекрасно знают. Давайте сравним с официальными источниками, что сходится, что не сходится, гаджет, пассивки, геймплей, фичи, все в этом видосе. Я вас очень попрошу, ребята, поставить лайкос и подписаться на канал, дабы не пропустить розыгрыш этого персонажа. Если ты хочешь его получить в числе из первых, прямо сейчас подпишись на канал, и когда его добавят, я сразу же эту акцию с этим новеньким персонажем разыграю. Персонаж интересный. У него есть некоторые особенности, которые я бы хотел реально вот потестить на высоких кубках. Ну, то есть я уже играл на нем, я показывал все интересные фичи. У него очень офигенная ульта. Но опять же, она офигенная показалась на первый взгляд. Потом типа, а, ну, она типа, да, на определенное время дается, но все равно эти фичи очень прикольно будут работать, если реально правильно пользоваться. Значит, мы сейчас посмотрим гаджет его, мы посмотрим пассивочку его, посмотрим ульту и как он будет работать. Значит, сверххвост, это его пассивка, это зернобомбы, не попавшие во врагов, взрываются, охватывая большой радиус. Значит, смотрите, если мы не попадаем в соперника, то это как у мистера Пи чемоданчик, он все равно наносит урон. И его гаджеты, спраут съедает куст и восстанавливает 3000 очков здоровья. То есть ничего сверхъестественного по гаджету, но тем не менее, пассивка, ой, гаджет пойдет, это гаджет. Вот, а по поводу пассивки, реально очень крутая тема, я вам сейчас покажу, какой радиус, офигеть, эта пассивка вообще дает. Вот, давайте смотреть. Кстати, ролик я смотрю, ГХГ, ссылка на его ролик в описании. Если хотите, перейдите, посмотрите оригинал с его озвучкой, поставьте ему лайк. В общем, погнали, ребят, смотреть геймплей этого персонажа. Такс, значит, ШД. Смотрите, он вообще метатель, да, то есть его геймплей очень похож на Тика. И вот смотрите, вот с пассивкой, хоп, видели, мы не попали по сопернику, ну, как у пингвина, чемоданчик, он отскакивает и все равно наносит урон. Вы видели, как жабка по, как камушек по морю, ну, вы поняли, да, по воде так, чик-чик-чик, отскакивает. То есть мы не попадаем, ну, смотрите, какой радиус взрыва. Его ульта вообще обалденная тема, она ставит такие кусты перед собой, и соперник ничего не может сделать. И никак к вам добраться не может, вы можете забаррикадироваться на определенное время. Очень офигенно работает в футболе, я это тестил лично. Ты можешь себе ворота залатать, и соперник не сможет забить вам гол, я уже в предвкушении. Я очень жду этого перса, вот сейчас мы использовали гаджет, и он похилился. Смотрите еще раз, как работает атака. Вот, допустим, сейчас, смотрите, хоп-хоп, и попали по биту. То есть мы, как бы, можно даже не целиться. Вот, смотрите, влево кинули, ну, тут ладно, не попали. Ну, вот, допустим, смотрите, сейчас, вот, вот с этой стороны. А, блин, вы видели, как от стенки отскочило, прикольно. Хоп, тут забаррикадировались, стены построили, вообще классно. Я удивлялся гаджету Рози, да, что она ставит кусты, и типа, вау, прикольно, типа, как Майнкрафт уже, да, получается, или, я не знаю, Фортнайт какой-то, блин, строение уже. Но, это реально круто, посмотрите, он забаррикадировался, и никто к нему дойти не может. Очень классно. Вы можете, как и соперника забаррикадировать, допустим, в какой-то неловкой ситуации, его зажать где-то там, не знаю, в зоне какой-то, сами загородиться, задефаться. То есть, ну, очень разных тактик будет, и очень интересно это все использовать. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу вот этого всего, что вы думаете, хотели бы вы себе такого бойца. Если да, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь. Я напоминаю, акция будет, если, он будет, наверное, стоить 350 гемов, так как это мифик. Вот тут сейчас будет очень хорошее сравнение, точнее, пример, как работает пассивка. Смотрите, то есть мы целимся в одну точку, вот, смотрите, в какую точку мы целимся, и все равно долетает. Урон все равно долетает, вы посмотрите, какая дистанция. Вот, смотрите, ну, с этой, конечно, с этой стороны, с этой стороны уже нет. Но вы посмотрите, как отскакивает далеко, радиус огромный просто. Причем, почти до второго робота достает. Радиус очень большой, я считаю. И, ну, реально напоминает, как у мистера пи. Значит, ульта, она не наносит урон вашему сопернику. Если вы кинете на соперника, она просто его оттолкнет. Сдвинет с места, зажмет где-то, но урон она не наносит. Нам показали только одну пассивку. Но, ребята, я уже вам показывал и вторую. Я ее показывал, рассказывал, описание. Если кому интересно, в описании будет ссылка на мой Телеграм-канал. Я там опубликую вторую пассивку на Спраута, которую нам официально не показали. Подписывайтесь на Телеграм. Вообще, я больше знаю по обновлению. Точнее, ну, они все знают про обнову много. Но, естественно, официально не могут это показать вам раньше. Что добавят в обнове? Какие фишки? Какие... Какой не режим? А новые... Новые награды, какие добавят в игре. Это все уже известно. Если вы, допустим, еще до сих пор не в курсе, подписывайтесь на мой Телеграм. Если вы... Я увижу, что люди перейдут, подпишутся. Я опубликую эту информацию в Телеграм-канале. Подписывайтесь там. Там публиковать можно все. Вот. Давайте посмотрим... Посмотрим, посмотрим, в каком еще режиме... А, давайте посмотрим новые скины. Значит, будет, конечно же, новый скин. Тренер Динамайк. 150 гемасов. Хурус Бо. И вот это... Джесси. Ну, давайте посмотрим. Вот. Тренер Динамайк. Его уже, кстати, официальные ютуберы разыгрывали. Вот. Я сейчас не официальный ютубер, если кто не знает. На Джесси вот такая будет прикольный... Прикольный скин. Значит, Джесси выстрелит... Ой. Это описание Джесси. Сам скин, ну, он такой, блин, мне не очень нравится, на самом деле. Она такая, типа, охотница какая-то. Хвост у нее какой-то белки. А турель вообще непонятно. Замаскированный какой-то... Я не знаю, что это, неваляшка какая-то. С таким... Носом. На медведя похоже, да? Маленький мишка. И Хурус Бо. Самый... Ну, блин, он и меха офигенный. Но Хурус, из этих всех скинов, которые представили... Представили. Мне вот этот скин больше всего реально нравится. Богор Воин. Я, ребята, и скины, и нового перса. Все это буду разыгрывать на канале. Вы прекрасно знаете, что я никакие акции не пропускаю. Поэтому, дабы не пропустить все эти прикольные розыгрыши, просто нажимайте на колокольчик. И бесплатно, возможно, получите тоже все эти плюшечки. Давайте послушаем, что говорит Арам. Мы, конечно же, пойдем... Пойдем играть. Обязательно против ботов. А, он пойдет сейчас в каточку, сыграет на Бо. Давайте посмотрим реально, как он выглядит. Ну, выглядит так, как он должен выглядеть, да? Так, как он... Оу, не, ну, стрелы у него очень красиво летят. Смотрите, они такие... Эм... Даже не знаю, как лазерные... Не, не лазерные. Как электрические, да? Они светятся прикольно. Не, Бо реально, на него самые красивые скины делают. Есть такие персты, на которых вообще скинов нету. На Пэм еще нету скинов. Зато на Ворона куча скинов. О, а мины вообще прикольные. А ну? Блин, это круто. Это очень круто. Согласен. Мне очень сильно нравится Хорус Бо. Вот за Хорус Бо точно надо лайк поставить. Согласен. Миллиард процентов Хорус Бо заслуживает лайк. Согласен, согласен. Миллиард, триллион, секстиллион, сколько хотите. Огромное количество лайков за Хоруса Бо. Согласен. Он реально красивый. Согласен. Мне очень сильно нравится. Блин, у нас Фрэнк просто божественно играет. Короче, по поводу Хоруса у нас сошлись... Хоруса, Хоруса, сошлись мнения. Да, ГГ тоже понравился. Ну, согласитесь, ну, вообще, прекрасный скин. Я его однозначно себе куплю и буду играть. То есть я на Бо сейчас не играю. У меня вот когда появился Меха Бо, я на нем играл. Потом он надоел. Ну, вот сейчас я думаю, что новое впечатление будет от персонажа. Короче, это все, ребята, новости. Все фишечки, которые будут совсем скоро. Опять же, когда будет персонаж. Персонаж будет 10 апреля. Я не знаю, будет на него акция в тот же день или не будет. Ну, я вот на 70% вангую, что 100%. На 70% вангую, что 100%. Короче, я вангую, что акция будет. Естественно, 100% я ее... Миллион процентов, что я его разыграю. Он не будет дорогой, как Лего. Но, тем не менее, он... Он офигенный. Реально, он офигенный. Он похож на Тика. Но, блин, у него очень прикольная ульта. Реально хочется прям посмотреть, насколько... Насколько далеко с ним можно зайти. Насколько он будет имбовый. То есть, пока прикольно. Но это же против ботов. А против реальных игроков увидим. Ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Дабы не пропускать новые выпуски. Всем хорошего дня. Всем хорошее настроение. И не пропускайте ни одного ролика. Жду вас сегодня на стриме. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. По ссылке в описании. Там я буду публиковать самую эксклюзивную информацию. Которую не смогут удалить и хинуть страйк. Пока, ребят.